Дорогой солдат, ты очень смелый и отважный. Ты защищаешь наших друзей и нашу Родину. Я поздравляю тебя от чистого сердца с новым 2023 годом. Пусть в новом году у тебя будет все хорошо, много счастья и добра. Добрый, значит, храбрый. То, что несколько поколений проходили на уроках истории, снова стало реальностью. Из тыла пишут письма поддержки на фронт. В этой школе тоже есть дети, чьи родные сейчас участвуют в спецоперации. Кадровые военные или недавно мобилизованные. Есть и выпускники. Им собирают подарки, оформляют открытки. Не только под Новый год. Школьники, родители и учителя с весны поддерживают общение с несколькими воинскими частями. У ребят возник вопрос, как мы можем помочь. Сначала это были какие-то конфетки, прянички ребят собирали. А потом мы проговорили с ним об эмоциональной помощи солдатам. Что можно помогать не только материально, а эмоционально. Вот здесь вот ребята и стихи придумывали, и писали письма душевные, причем родители помогали. Дети нередко отправляют свои письма с обратным адресом и ждут ответа, и получают его. Спасибо вам большое, ребята. Вот здесь вот мы видим знамя. Вот вы смотрите, как перекликается акция «Письмо солдату». А вот здесь на этом знамени мы видим фамилии, имена, отчества воинов, которые защищали нашу землю в годы Великой Отечественной войны. Это знамя сшито из лоскуточков. У нас в школе обучается 600 человек детишек. И вот каждый ребеночек написал фамилии, имя своих родных и близких, которые защищали нашу родину. В этой школе бережно относятся к истории и памяти. Здесь же в холле большой стенд с фотографиями подвязновских ветеранов, чьи внуки и правнуки тут учились и учатся. В этом есть и воспитательный момент, признается директор. Ребятам иногда, я даже говорю, вот видишь, на тебя бабушка смотрит, а ты себя так плохо ведешь. Вот, например, ученик, с которым мы знакомы. И они сразу, когда идут около этой фотографии, они идут по стойке смирно. Фронтовая открытка – всероссийская акция. Она стартовала на этой неделе в преддверии Нового года и Рождества. Во всей стране школьники оформляют письма и памятные рисунки в поддержку военнослужащих. Тут история у открытки такова, что ежики несли в подарки к елочке. И внутри подарков шарики с пожеланиями. И как бы один подарок упал, и вот тут раскрывается открытка, и тут из шарика вкатываются шарики с пожеланиями. Счастья, здоровья, всего наилучшего. Чтобы они обрадовались, что их ждут там, чтобы они поскорее домой вернулись. У меня изображен снеговик, который поддерживает солдатов. И тут у меня записано им письмо. Пусть у вас в душе будет так же тепло, как у домашнего камина. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания БАРС. Денис Железов, телекомпания БАРС. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания БАРС.